Думская ТВ начинает работу в вечерней студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Вчера все информационные ленты буквально взорвались, получив информацию о том, что в Турции застрелено на глазах огромное количество телекамер, практически казнен в прямом эфире посол России в Турции. Мы посвятим этому целый час эфира. У нас в гостях политолог Леонид Дусь. Леонид, здравствуйте. Но прежде чем перейдем к международным новостям, наш корреспондент в Киеве Лилия Апрель сегодня целый день находится в комиссии, которая проводит отбор претендентов на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Сейчас там проходит уже третий этап конкурса. Два кандидата выступили. Сейчас идет выступление третьего кандидата. Можем узнать подробности прямо сейчас. Лиля, тебе слово. Добрый вечер студия. Да, на самом деле уже зашел четвертый кандидат и всем задают одинаковые плюс-минуть, одинаковые вопросы. Почему решили баллотироваться на должность главы администрации Одесской? Как планируете стабилизировать работу? Ваши планы на первые 10 дней? И задают вопросы по декларации. Напомню, работу свою комиссию начала в 10.30 и было 31 кандидат. Во второй тур вышло только 17. Ну и в третий тур 5 человек. Это Остапенко Александр, Мазур Сергей, Ващеленко Артем, Степанов Максим и Чижмар Юрий. Сейчас вот возле меня стоит Александр Анатольевич Остапенко и он готов уже поделиться своими впечатлениями и от отборочного тура и от собственно собеседования. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы были первым, кого пригласили на собеседование. Какие Ваши впечатления? Ну, во-первых, как мне кажется, комиссия относится к каждому кандидату непредвзято, хотя задает достаточно профессиональные и не очень удобные вопросы. Но я считаю, что тот человек, который достоин занять пост главы областной государственной администрации, должен был быть готов к любым вопросам, в том числе и не очень удобно. Поэтому у меня нормальное пока впечатление о ходе проведения конкурса и посмотрим на его результаты в конечном итоге. Вы не чувствовали некого давления этими вопросами? Некоторые члены комиссии были такими достаточно провокационными. Это нормально. Почему? Потому что должность такая, которая требует и стрессоустойчивости в том числе. Я думаю, что задачей членов комиссии есть и как раз выявление вот этой степени стрессоустойчивости. Поэтому они вправе задавать вопросы, которые и под нажимом, и комментируя ответы, я считаю, это нормально. Почему? Потому что человек, который будет управлять столь ответственной областью, он должен быть готовым к ударам со всей стороны и к решениям непростым. На ваш взгляд, более результативно будет работать человек, которого напрямую назначит президент Украины или после проведения вот таких отборочных туров? Вы знаете, я еще раз подчеркиваю, возможно, это не лучший способ назначения проведения конкурса на столь ответственной должности. Возможно, президент мог бы назначить самоличным решением, поскольку это его креатура, так сказать, ту кандидатуру, которую он считает нужным. Но в нашей нынешней ситуации государственности, в нашей кризисе государственности, я вам скажу, что конкурс – это лучший способ, который разрывает как раз коррупционную сеть, которая сложилась у нас в стране. Поэтому это первый шаг в практике отказа от продажи должностей по любому принципу, политическому, к умовству или просто за деньги. И поэтому я принесу конкурсы. Вопрос только в их открытости и объективности. Как оцениваете свои шансы? Знаю, что вас любят одесситы. Ну, не трудно оценивать шансы, потому что это функция как раз комиссии. Будут оценивать шансы каждого кандидата и, собственно говоря, его выбрать. Ну, надеюсь, на высокие. А там как получится. Спасибо огромное. Я напомню, что это был Александр Остапенко, один из кандидатов на пост главы Одесской обл. администрации. И все еще проходит третий отборочный тур. Возможно, он закончится где-то в 7.30. И после некого совещания комиссии, около восьми, после восьми вечера, надеюсь, будет объявлено имя победителя. Но, как акцентировал глава комиссии Ващенко, что последнее слово, так или иначе, за Кабмином и президентом Украины Порошенко. Спасибо наш корреспондент Лилия Априль внимательно следит за тем, как проходит конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Ну, а мы говорим в студии о вчерашнем убийстве российского посла в Анкаре. Напоминаю, что с нами политолог Леонид Дусь. Так, Леонид, давайте напомним нашим телезрителям, что произошло. Маленький информационный материал, который подготовил наш корреспондент, о том, что вчера случилось в Анкаре. Эти кадры облетели все информационные агентства мира. Экс-полицейский выпустил по меньшей мере 9 пуль в российского посла Андрея Карлова. Нападение произошло 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Для дипломата ранения оказались смертельными. Кроме него пострадали еще три человека, включая гражданина Греции, и их жизни ничего не угрожает. 22-летний Мевлюд Мерт Алтынташ выкрикивал «Это месть за Алеппо, вы убиваете там беззащитных детей». В результате перестрелки турецкие силовики ликвидировали убийцу. Как стало известно позже, Алтынташа уволили из правоохранительных органов после неудавшегося государственного переворота 15 июля. По одной из версий, он состоял в террористической организации «ФЕТА». Москва выступила с резким заявлением, назвав убийство Андрея Карлова терактом. Карлов работал послом России в Турции с июля 2013 года. В этот же день в Анкаре произошла стрельба у посольства США. Нападавшего задержали. Как следствие, принято решение приостановить работу депомиссии США в Турции. Реакция мирового сообщества была однозначной. Убийство российского посла заслуживает осуждения. Леонид, можно проводить огромное количество исторических параллелей в этих убийствах, в этих покушениях, в этом нагнетании, обстановке на Ближнем Востоке. Мы сейчас очень хотим услышать ваше мнение. Прямо сейчас мы хотим включить нашего корреспондента. Произошла только что в городе трагедия. Порядка часа полтора назад произошла трагедия в Нововаргинской углу генерала Петрова. Там на пешеходном переходе, по полученным данным, на пешеходном переходе был сбит 9-летний ребенок, 9-летний мальчик. Он погиб на месте. И там сейчас находится наш корреспондент Роман Семенов. Роман, расскажи нам об этом. Да, коллеги, добрый вечер. Вечер, скорее, не добрый, а трагический вечер. Сегодня примерно около пяти вечера. Машина Тойота, которая ехала со стороны космонавтов по улице Генерала Петрова в сторону Варгинской, сбила на пешеходном переходе, вот этом пешеходном переходе, 8-летнего мальчика. Мальчик возвращался домой из парка Горького, шел с рюкзаком. И навстречу ему ехал на большой скорости автомобиль Тойота, который его сбил. И протянул, по предварительным данным правоохранителей, около 10 метров. Примерно вот тело мальчика нашли вот возле машины оперативников, которая сейчас находится. И попытался скрыться, но буквально через минут 10-15 его задержали. Дело в том, что его заметила машина патрульной полиции, которая ехала в проездах домов. И заметили машину, которая очень быстро двигается. Они начали за ним погоню и все-таки его задержали. Интересная деталь, что во время столкновения машины с мальчиком от машины отвалился номер передний и остался лежать на асфальте. Еще одна деталь заключается в том, что рядом проезжала буквально через минуту-две машина скорой помощи. И они подобрали тело мальчика и занесли его к себе вовнутрь автомобиля. Буквально две минуты назад машина скорой помощи уехала в морг. Здесь около часа находились в машине, вместе внутри машины скорой помощи родители, вместе с ребенком. По предварительным данным преступник это 19-летний парень, который нес на большой скорости и его задержали. И сейчас увезли в участок. И на данный момент мы видим, что ведут свою работу сотрудники следственных органов. И на данный момент у меня вся информация. Спасибо. Наш корреспондент Роман Семенов находится на улице генерала Петрова, где произошла страшная трагедия буквально час назад. Обязательно будем держать вас в курсе дела. Давайте вернемся к трагедии, которая произошла вчера в Курции. Хотел сказать, что на буре, но не важно. Сложно переключиться с одной смерти на другую. Итак, исторические параллели убийства посла, убийства эрцгерцога. Минус плюс два года сто лет прошло с момента этого события. И везде в данном случае можно рассматривать как катализатор больших геопартических процессов. Так или нет? Да, так. Если говорить о послах российских, то почти 200 лет назад произошло убийство в Тегеране. Вы знаете, да? Александр Сергеевич Грибоедова, посла в Иране. Кого везете? Грибоеда. Да, да, да. Это Пушкин. Это конец истории. Да, да, да. Путешествие в Варзрум. В том случае, естественно, это была игра англичан на то, чтобы рассорить окончательно Россию. В данном случае... Эту же грузику англичан можно было наблюдать еще в городе Гуанчжоу, где было уничтожено вообще поселок посольства на берегу реки Живчужина, где было вырезано полностью российское посольство. Да, да, да. То есть всегда вот эти акции террористические, они преследуют какую-то определенную цель. И за ними стоят, очевидно, большие интересы. Кто их сейчас преследует и какую цель? Ну, в данном случае цель заявлена была самим убийцей, месть за Алеппо. То есть он представляет как бы интересы террористов, мятежников в Алеппо, за которыми стоят известные круги и Запада, и Саудиты. Если вот продолжить эту линию, да, какие интересы используют и к чему это может привести. Ну вот в случае с Грибоедом, вы помните, Шах откупился тогда. Бриллиант Шах, этот огромный алмаз Шах до сих пор хранится в Алмазном фонде России. Кто сейчас будет откупаться, Турция, очевидно, возьмет на себя какую-то часть вины, они не обеспечили безопасность, да. Но Турция уже сказала, что это приверженцы Гюлена сделали. Ну, в любом случае принимающая сторона обычно обеспечивает безопасность посланцу такого уровня. Вот, ну, чуть меньше сотни лет назад, да, в Москве был убит немецкий посол, помните, граф Мирбах. И тогда это, ну, это лево-эсеровский мятеж, попытка столкнуть Россию с Германией. В тот момент еще и Первая мировая война продолжалась. Это могло привести к весьма негативным последствиям. 18-й год и так далее. Ну, тогда принесли извинения, ну, весь состав правительства Советской России. Помните, во главе с Лениным они выехали в посольство и... Ну, за два дня это второй российский дипломат, который убит. Сегодня в Москве была еще одна смерть, которую пока что еще не квалифицируют однозначно как убийство. Говорят, либо суицид, либо убийство в своей квартире. Давайте посмотрим, собственно, небольшой материал, где наш корреспондент сделала подборку громких убийств дипломатов за последние сто лет и смертей в том числе. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин убит в 1 сентября 1911 года. С 1905 по 1911 годы на Столыпина было совершено 11 покушений. В день убийства Столыпин присутствовал на спектакле в Киевском театре. Во время тракта в него два раза выстрелил Дмитрий Багров. Эрцгерцог, австрийский наследник престола Австро-Венгрии Франц Ферменант убит 28 июня 1914 года в Сараево. Покушение считается самым громким убийством 20 века, поскольку за этим выстрелом последовала Первая мировая война. Эрцгерцога застрелил 19-летний студент Гаврила Принцип. Советский государственный и политический деятель Сергей Киров был застрелен 1 декабря 1934 года партийным инструктором Леонидом Николаевым в затылок. После убийства было официально заявлено, что Киров стал жертвой заговорщиков. 30 января 1948 года убийство индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди во время вечерней молитвы в окружении. Убийца приблизился к Ганди и трижды в него выстрелил. Вскоре был раскрыт антиправительственный заговор. Перед судом предстали 8 человек. Все они были признаны виновными в убийстве. Двоих приговорили к смертной казни. Остальные получили тюремные сроки. 17 января 1961 года расстреляли премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. Приговор перевели в исполнение солдаты, находившиеся под командованием бельгийских офицеров. Тело расчленили и растворили в кислоте. 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года во время следования президентского кортежа по улицам города. Арестованный Лихарви Освальд при перевозке в тюрьму был убит. Самый известный борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг убит 4 апреля 1968 года снайпером, когда стоял на балконе в мотеле Лоррейн. Убийцу приговорили к 99 годам тюрьмы. 4 июня 1968 года произошло убийство сенатора Роберта Кеннеди во время предвыборной кампании в ходе президентских выборов. После победы в качестве кандидата в президенты Кеннеди был застрелен в отеле «Амбассадор». Осужденный за убийство преступник отбывает пожизненное заключение. 16 марта 1978 года похитили премьер-министра Италии Альдамора во время поездки на утреннюю воскресную мессу. Утром 9 мая тело застреленного 11 выстрелами Альдамора было найдено в багажнике Красного Рено. 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре во время открытия выставки картин. Убийца выкрикивал «Не забудем Сирию! Мы умираем в Алеппо! Вы умираете здесь!» Нападавший застрелен полицией. Еще одно громкое убийство. 20 декабря 2016 года. В Москве нашли застреленным начальника отдела латиноамериканского департамента МИД России Петра Польшикова. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову обнаружили в его квартире. Полиция рассматривает две версии – убийство и суицид. Некоторые смерти укладываются в сугубо дипломатическое русло. Некоторые, как мы здесь видели, часть проклятия семьи Кеннеди – это были политические убийства, которые должны были развернуть Соединенные Штаты в их внешние политики, но и во внутренние тоже. Но две смерти дипломатического корпуса России – одна вчера, одна сегодня – наводят на интересное размышление. Разве нет? Вы знаете, вторую смерть я бы не стал связывать с какими-то там политическими амбициями, кого бы то ни было, поскольку, ну, очевидно, расследование покажет, что там было на самом деле суицид, убийство из каких-то там соображений. Но вот заказа политического чисто я, так скажем, не усматриваю здесь, в отличие от того, что касается убийства посла в Турции российского. Там действительно очень серьезные замыслы, идеи стоят за этим делом. Ну, и реакция пока что. Но мы видим, что это убийство цели своей не достигло. Леонид, буквально на секунду прерву вас. Вынуждены сегодня целый день возвращаться к тому, что происходит в Киеве. Там выбирают губернатора Одесской области, наша Лилия Априле. Рядом с ней еще один кандидат на пост председателя Одесской областной государственной администрации. Можем услышать прямую речь. Лилия, тебе слово. Еще раз добрый вечер, студия. Да, уже зашел последний, пятый кандидат, который проходит третий тур и отвечает на вопросы комиссии. Сейчас рядом со мной Артем Овачеленко, который готов поделиться своими впечатлениями от того всего, что сегодня происходит в течение дня. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже вышли из зала заседания комиссии. Поделитесь вашими впечатлениями, были ли вопросы, которые вас поставили, скажем так, в тупик. Вы понимаете, любое собеседование, в любом случае, будь это кадровый конкурс, будь это любая другая ситуация, собеседование это такой момент стресса и для каждого, вне зависимости от возраста, уровня должности. Поэтому, безусловно, когда ты стоишь перед комиссией, тебе задают вопросы, часто неудобные, то, скажем так, определенный адреналин это вырабатывает. Но сказать, что комиссия как-то, знаете, кому-то относится очень привзятно, кому-то благоволит, я так сказать не могу. Поэтому, да, вопросы были разные, вопросы связанные и с, скажем так, профессиональной деятельностью, вопросы связанные с компетенциями в сфере бюджетного процесса, политические. Поэтому, в принципе, нормальный такой серьезный взрослый разговор. Долго принимали для себя решение подать заявку на эту должность или все-таки не подавать? Вы знаете, нет, не скажу, что долго колебался, в принципе, я более 20 лет связан с местным самоуправлением, фактически такой же период времени занимаюсь спросом экономического развития и, скажем так, понимание специфики экономики Южного региона Украины, Одесской области, Николаевской, связь, собственно говоря, предприятий на юге, морехозяйственный комплекс. Поэтому, в принципе, мне было понятно, что необходимо делать, и я быстро принял такое решение. Скажите, что будете делать, если все-таки, ну, пройдете дни вы? Расстроитесь или не очень? Нет, что вы? Тут, знаете как, это же не игра амбиции, это в первую очередь желание и возможность предложить себя стране для, скажем так, для служения. Если не получится, и если члены комиссии предпочтут другого коллегу, с удовольствием пожму руку, буду рад, если обратятся за консультациями, компетенциями, поэтому это у нас естественно. Спасибо огромное и удачи вам. Мы ожидаем выхода пятого кандидата, ну и каких-то, может, полчаса, час, и, собственно, страна узнает, кого комиссия будет рекомендовать на пост главы Одесской администрации, президенту и Кабмину. Спасибо, Лиля, ждем от тебя включения и свежей информации. Возвращаемся в студию. Итак, Леонид, перед тем, как мы перешли к борьбе за кресло губернатора, вы сказали фразу, что была цель, которую не достигли этим убийством. Что это была за цель и почему ее не достигли? Ну, цель в данном случае была, естественно, вбить клин в отношения между Турцией и Россией. И реакция, что российского, что турецкого руководства показывают, что... Волниеностная, я бы сказала, реакция. Да, да, да. Тут надо было действовать даже как-то с упреждением, чтобы... Я же знал, ты фраза. С упреждением нужно было до смерти, что ли? На всякий случай. С упреждением тех информационных вбросов, какие могут последовать сразу после этого события. Трагического события, конечно, мы все сочувствуем родным, близким, того, кто погиб. Ну, а отношения... Вы знаете, ну, судя по всему, здесь и вот это убийство должно было каким-то образом, ну, не реанимировать, но все-таки как-то интенсифицировать действия тех, кто выступает против мира и порядка, так я бы сказал. То есть вы считаете, что Российская Федерация выступает за мир и порядок? В данном случае об этом заявила и Россия, и новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому, судя по всему, ситуация действительно меняется. Я ожидаю, что будет оказано давление на Саудовскую Аравию. Сейчас, вы знаете, идет очень такая интенсивная, такие переговоры идут между Турцией, Ираном и Россией. Так что... Вы знаете, о покойниках плохо не говорят, но я бы вам посоветовала почитать то, что говорил Андрей Карлов об Украине и как надо было поступать с Украиной. Собственно, и говорил о том, что дипломат заявлял, что нужно поступать точно так же, как с сирийскими городами. Леонид, я благодарю вас за то, что вы нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Леонид Дусь, политолог, был с нами. Прервемся ненадолго. После вернемся в студию и будем говорить о колебаниях курса доллара. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова